Кредиты под 0% для бизнеса на выплату зарплат. Ранее правительство объявило о некоторых мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях ужесточившихся санкций. В частности, власти подписали программу льготного кредитования на зарплаты сотрудникам ФОД 3.0, вели мораторий на плановые проверки на текущий год и кредитные каникулы, а также компенсируют малым и средним предпринимателям банковскую комиссию за пользование систем быстрых платежей Центробанка до июля 2022 года. Оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Будет много полезной информации. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно на них ответим. Правительство сможет оперативно менять условия отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса. Таким образом, на льготы смогут рассчитывать больше предпринимателей. Сейчас к малому и среднему бизнесу относятся микропредприятия с выручкой до 120 миллионов рублей в год и численностью работников до 15 человек. Малые компании с доходом до 800 миллионов рублей и занятостью до 100 человек. А также средние фирмы с выручкой до 2 миллиардов рублей и не более чем 250 сотрудников. По данным Единого реестра МСП, который ведет налоговая, на начало февраля таких предприятий в России насчитывается около 6 миллионов. В них заняты почти 15 миллионов человек. Торгово-промышленная палата Российской Федерации направила правительству предложение предоставить компаниям кредиты без процентов на выплату зарплат сотрудникам. Чиновники обнародовали план действий для бизнеса, который поможет смягчить последствия кризиса. По мнению торгово-промышленной палаты, компаниям нужно на год предоставить кредиты без процентов на выплату зарплаты сотрудников в размере МРОД. Напомним, что МРОД в России с 1 января 2022 года увеличен на 8,6%, что следует из федерального закона от номера 406 ФЗ. Новый МРОД с 1 января равен 13 890 рублей. Также размер МРОД может регулироваться силами региональных властей. При сохранении средней численности работников на уровне 90% в течение 12 месяцев разрешается не погашать задолженности. Важно всего в текущий момент, чтобы бизнес продолжал функционировать и сохранил рабочие места. Кроме этого, предприниматели просят объявить трехлетние налоговые каникулы для предприятия легкой промышленности, выдать беспроцентные кредиты и субсидии также на три года, выделить из бюджета 15-20 млрд рублей на субсидирование ставок на льготным судом. Из-за санкций сейчас действует ряд ограничений, которые влияют на расчеты и деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей. В рамках проекта компании и индивидуальные предприниматели из реестра МСП смогут воспользоваться тремя программами льготного кредитования – антикризисной, инвестиционной и оборотной. Давайте поговорим подробнее о каждой программе. По антикризисной программе предприниматели смогут получать новые кредиты или рефинансировать полученные ранее на оборотные и инвестиционные цели по ставке 8,5% годовых. Этой программой смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, которые есть в перечне пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей. Полный перечень всех отраслей есть в приложении номер 3 к постановлению правительства от 7 сентября 2021 года, номер 1513. Эта программа действует. Воспользоваться ею можно до конца марта этого года, поэтому компании могут обращаться в банки. Представители малого и среднего бизнеса могут получать по этой программе кредит на сумму от 3 до 50 миллионов рублей. Инвестиционная программа начала действовать 16 марта 2022 года. По ней предприниматели могут получать льготные кредиты по ставкам для среднего бизнеса до 13,5%, а для малого и микробизнеса до 15%. Срок кредитования по программе до 3 лет. Компании, которые относятся к малому и среднему бизнесу, смогут получать инвестиционное кредитование до 1 миллиона рублей. При этом в системе значимых банков можно получать кредит только на инвестиционные цели, а в остальных и на инвестиционные, и на оборотные. Средства, которые получают в рамках программы «Инвестиционные», можно направить на создание приобретения основных средств, включая модернизацию и техническое перевооружение, а также для строительства, модернизации и реконструкции объекта капиталостроительства. Программа действует до конца 2022 года. Оборотная программа дает возможность малым компаниям получить новый льготный кредит или рефинансировать старый по ставке не выше 15% годовых, а в среднем не выше 13,5%. Малые компании и микропредприятия смогут получить кредит на сумму до 300 миллионов рублей, а средний до 1 миллиарда рублей. Срок кредитования до 1 года. Программа начнет действовать по мере подписания договоров между банками и Центробанком. Срок действия программы до 30 декабря 2022 года. Полный список всех участников программы можно увидеть на сайте корпорации МСП. Получить льготные кредиты по этим программам смогут только те малые и средние компании, которые есть в реестре субъектов МСП. При этом эти компании не должны быть связаны с представителями крупного бизнеса. Кроме этого, бизнесу представили возможность оформить кредитные каникулы в 2022 году. Следите за новостями на канале юридической компании Юрвиста, чтобы всегда быть в курсе реальной информации. Если вам нужна грамотная консультация наших юристов и бухгалтеров, обращайтесь к нам по контактам в описании к этому видео.